Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами про выгодную ипотеку. Итак, как приобрести жилье, как сделать ипотеку выгодной для себя с точки зрения финансов. Наверняка вы знаете семьи, где ипотека выплачивается легко и просто и не вызывает никаких сложностей. И наверняка вам известны такие семьи, где ипотека является очень тяжелым грузом, душит семью, не дает возможности не сделать полноценный ремонт, не поехать в отпуск, ничего предпринять в жизни, потому что очень высокий платеж, высокие темпы гашения и люди бегают как белки в колесе. Давайте подходить к оформлению ипотеки более грамотно, изначально посчитав и соизмерив все ваши финансовые возможности. Начнем с простого правила. Есть рекомендация, общая рекомендация по кредитной нагрузке на семью, в которой говорится, что кредитов должно быть в семье не более чем на 25% от общего дохода семьи. Для чего? Для того, чтобы вам было комфортно и легко в принципе жить, чтобы у вас деньги оставались и на другие обязательные платежи в виде коммунальных расходов продуктов питания, проезда, кружков. И чтобы вам хватало денег и на отпуск, и на цели, и на ремонты, и чтобы хватало на развлечения, чтобы жизнь была полноценной. Потому что наши граждане очень часто совершают такую ошибку. Для того, чтобы поменьше переплатить банку, побыстрее избавиться от ипотеки, они берут платеж, который равен половине их дохода. С иллюзией того, что быстрее рассчитаемся, быстрее освободимся от кредитной кабалы. На самом деле это одна из ошибок. Почему? Потому что, к сожалению, в жизни случаются такие вещи, когда мы, к примеру, можем пойти в незапланированный декрет. И вот наша зарплата падает до два раза, и весь наш платеж это наш доход. Естественно, в этот момент времени семьи испытывают очень большой кризис. Либо у вас бизнес испытывает сезонные просадки, либо вас уволили с работы. То есть ситуации могут быть разные. И для того, чтобы вы оставались на плаву, как раз-таки вот этот коэффициент, четверть 25%, это оптимально для семьи. Если вы планируете, что у вас будет только единственный кредит, это ипотека, то рассчитывайте так, что условно вы зарабатываете 100 тысяч, до 25 тысяч для вас является комфортная сумма платежа. И, соответственно, зная ежемесячную сумму, вы можете рассчитать количество лет, на которую взять ипотеку. Никто не запрещает вам вносить платежи досрочно, это даже приветствуется. Если у вас будет такая финансовая возможность, обязательно это делайте. Но в моменты, когда у вас будет какая-то просадка по финансам, вы можете спокойно выплачивать ежемесячные платежи, не напрягаться и продолжать жить дальше, наслаждаясь своей жизнью. Теперь второй вопрос. Все-таки как лучше взять минимальный срок с максимальными платежами, либо взять максимальный срок с минимальным платежом? Давайте будем считать на конкретном примере. Допустим, у вас доход 120 тысяч, и вы можете позволить себе ежемесячный платеж в 30 тысяч рублей. То есть комфортный для вас по этому правилу, по которому я и писала. И у вас есть намерение приобрести квартиру, взяв в ипотеку 3 миллиона рублей. Пожалуйста, не нужно акцентироваться на цифрах, я их беру для примера, потому что в разных регионах совершенно разные зарплаты, совершенно разная стоимость жилья. Всегда переведите на свой регион, на свои доходы, на свои квартиры, ипотеки и так далее. Так вот, если мы планируем взять 3 миллиона, сегодняшняя актуальная ставка на ипотеку в пределах 9,5%, то платеж на 15 лет составит 36 тысяч рублей в месяц. В принципе, как раз все нас устраивает, мы можем оформить такой платеж и переплата за 15 лет составит 1,5 миллиона. А можно сделать по-другому, можно взять кредит на 25 лет, тогда ежемесячный платеж будет составлять 26 тысяч, но переплата составит 5 миллионов. С одной стороны, это кажется нелепо. Зачем переплачивать еще такую огромную сумму денег, когда можно взять на более короткий период? Ну, здесь смотрите, какой момент. Важно отталкиваться от ваших внутренних характеристик. Если вы человек-накопитель, если вы умеете управлять своими деньгами, если вы донесете премию до банка и досрочно внесете платеж, я вам рекомендую сделать максимальный срок с минимальным ежемесячным платежом и гасить досрочно. В нашем примере оформить кредит на 25 лет с платежом в 26 тысяч, но гасить его по 39, как вы и изначально рассчитывали. Никто вам против не скажет, все даже обрадуются. Это очень хорошо, если вы вносите досрочно. А если вы человек такой, который не умеет копить, который транжир, который никогда в жизни не мог создать себе какой-то финансовый запас, тогда вас единственное, что будет мотивировать, это обязательства перед банком. Соответственно, вам нужно оформлять кредит на максимальную ежемесячную сумму, например, 39 тысяч рублей на 15 лет в данном случае. И еще такой момент по срокам и по суммам. В зависимости от того, для кого и для каких целей приобретается квартира, здесь тоже можно играть с цифрами и сроками. Если вы сами планируете проживать, то руководствуетесь той техникой, которую мы только что рассмотрели. Если вы планируете взять ипотечную квартиру и сдавать в длительный период, то есть в долгосрок по средней цене, то подбирайте ежемесячный платеж по той стоимости, которую будут вам приносить арендаторы за месяц. Здесь единственный риск в том, чтобы в случае, когда арендаторы съедут, а новые не заедут, у вас была финансовая возможность сносить ипотечные платежи. И третий случай, когда квартира покупается с точки зрения инвестиций, и это инвестиции, когда квартира сдается на посуточной аренде, здесь выгодно брать самый длинный срок и самый маленький платеж. Для чего? Для того, чтобы вот эта разница, вот в нашем примере, если про 3 миллиона, 13 тысяч, ее можно было бы направить, например, на второй объект недвижимости или на еще какие-то цели. Но по большому счету грамотный инвестор, он также берет и гасит досрочно. Поэтому вот такие правила приобретения ипотеки для того, чтобы она была выгодна вашему кошельку. И у меня к вам такой вопрос. Скажите, было ли вам интересно узнать, как можно взять ипотеку без первого взноса и без справки, подтверждающую ваш доход. Если для вас тема актуальна, пишите в комментариях знаки, символы, плюсики. Я буду знать, что вам это интересно и запишу такое видео. Ну и желаю вам, чтобы вы всегда могли соизмерять ваши финансовые возможности с вашими желаниями и приобретенные квартиры только вас радовали. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok